На помощь правоохранителям в Самаре приходит народный контроль. Чтобы ни один нарушитель не ускользнул от зорких глаз, полиция активно сотрудничает с местными активистами. Сотрудничество с ЧОПами уже налажено. Теперь в главе угла работа с молодежью. Студенческая молодежь – это дух, это оптимизм, это желание, это наше будущее, это наше наследие. И мне кажется, только на них нужно опираться, на решение тех задач, которые должны реализовывать в течение многих-многих лет. Они это оценят и поймут, как общество нужно жить завтра. Чтобы жить завтра в другом, надо сегодня многое сделать. На встрече начальника областного управления МВД Сергея Солодовникова со студентами госуниверситета представители вуза и правоохранительных органов заключили соглашение о сотрудничестве. Новое общественное движение «Народный контроль» объединит студентов и полицейских в борьбе с незаконной реализацией алкоголя. За каждым районным отделением полиции будет закреплен координатор. Его задача – обеспечить отдел активистами, готовыми выходить в рейды по магазинам, где предположительно нелегально продают горячительные напитки. Атрибутика прилагается. Молодые люди будут ходить в зеленых светоотражающих жилетах с надписью «Народный контроль». Задача поставлена была генералам – набрать в первый месяц работы 40 человек. Далее эти 40 человек будут распределены по территориям города Самары. Мы не планируем останавливать этот проект на Самаре. То есть мы сотрудничаем с ГОД области. Соответственно, мы планируем этот проект внести в каждый район, неважно, городской район или сельский район. Мы планируем до конца года, расширить географию нашего проекта в рамках всех границ Самарской области. Будущим юристам за участие в «Народном контроле» поблажек в учебе делать не будут. Зато, уверяют преподаватели, ребята получат бесценный опыт и, будучи только на подступах к карьере прокурора или следователя, ощутят на себе гражданскую ответственность. Студент получит возможность применить те знания, которые он получает здесь, на практике. Потому что даже если он не сможет пользоваться какими-то властными полномочиями, пресекая преступления, он будет в этом активно участвовать и видеть, как вопрос решается на практике. Реакция студентов не заставила себя долго ждать. Сразу после встречи в отряды «Народного контроля» записались порядка 20 человек. Среди добровольцев студент первого курса Никита Сидоров. Говорит, помогать полицейским в охране порядка – дело чести. На сотрудничество вдохновила встреча с правоохранителями. Я думаю, что встреча высшего руководства полиции – это очень важно и для нас, как для студентов, как для активной части общества. Потому что мы чувствуем, что у нас заинтересованы и тоже проявляем интерес в работе с полицией совместной, с другими какими-то государственными органами и в охране общественного порядка. На подходе еще одно соглашение. На днях будет принято решение о создании ночного патруля. Неравнодушные граждане, имеющие личный автомобиль вместе с сотрудниками ДПС, будут следить за тем, чтобы никто не сел за руль в пьяном виде. Павел Баймаков, Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События.